Здравствуйте, друзья! Сегодня нам согласилась дать интервью успешный блогер Яна Берген, у которой очень информативный и полезный блог как на ютубе, так и страничка в инстаграм для всех желающих и интересующих иммиграции в Португалию. Яна, здравствуй! Расскажи немножечко о себе. Здравствуйте, Анна! Ну да, меня зовут Яна Берген, мне 28 лет и я около двух лет уже живу в Португалии. Я вообще из Сибири, из города Ангарска, это Иркутская область, около Байкала родилась, можно так сказать. И потом переехала в 22 года в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга уже начала немножечко путешествовать по Европе и попала в Португалию. Очень мне она понравилась, и как бы вот так вот родилась идея, собственно, переехать в Португалию. Ты захотела эмигрировать в Португалию по каким вот принципам? Просто потому, что красиво, да, и может, еще какие-то были моменты, которые тебя затронули, я не знаю, открытие бизнеса, да, там, жизнь в стране, может быть, качество жизни. Почему именно Португалия? Ну да, да, конечно, было несколько моментов. Один из основных моментов, это, конечно, меня очень привлек здесь климат. Мы приехали сюда вообще к друзьям в отпуск летом, тут жара, пляж, туристы, то есть очень красивое побережье, именно португальское, я живу в Алгарве, вот мы, собственно, сюда, в регион Алгарве, приезжали в отпуск. Очень понравилось. И, конечно же, я со своей коммерческой жилкой начала смотреть, как вообще здесь, что устроено, какой здесь бизнес существует уже, есть ли какие-то варианты открытия нового дела, что можно сюда привнести, будет ли это востребовано. И, как бы, да, родилась идея переехать в Португалию именно с целью попробовать что-то здесь открыть, что, чего еще нет и что пользовалось бы спросом и было бы нужно здесь. Я изначально подумала о том, что это будет, скорее всего, нацелено не на местных людей, потому что, знаете, у португальцев такой немножечко закрытый менталитет, хоть они и снаружи кажутся такими открытыми, улыбчивыми, отзывчивыми, но они чуть-чуть закрыты. И все-таки они предпочитают общаться и обслуживаться среди своей нации, так скажем. Их не очень привлекает именно иммигрантское предоставление услуг и так далее. То есть они вот именно португальцы с португальцами. Вот. И я, конечно же, практически сразу же поняла, что это будет именно нацелено на туристов, либо на таких же иммигрантов, как и я. Не обязательно из России, могут это быть и англичане, и французы, и украинцы, и... Иностранцы. Да, иностранцы, именно иностранцы. Я в Санкт-Петербурге долгое время также занималась бизнесом в сфере красоты. Ну, я расскажу то, что у меня здесь бизнес по свадебным, по свадебным, я даже не знаю, свадебным услугам, макияжу, прическам для невест, для гостей, да, обслуживание именно таких свадеб. И также предоставление салонных услуг, это маникюр, педикюр, то есть там различные, различная эстетика и так далее. И также в Питере, да, я когда жила в Санкт-Петербурге, я занималась тоже именно этой сферой. Естественно, у меня уже есть этот фундамент наш русский, как это должно быть, качественно, с какими материалами, да, как вообще наша школа русская, она вообще по всему миру ценится, именно сфера красоты, и по всему миру ценится именно, что русские, там, русскоговорящие самые лучшие в этом, да. И, естественно, в моей голове сразу же родилась идея открытия здесь именно этого бизнеса, так как у меня уже есть в этом опыт именно, да, русский опыт. Я в России, у меня также была открыта ИП, я занималась всеми этими делами. Я подумала, почему бы не открыть это здесь, в Португалии, потому что вот, как я, да, я приехала, куда мне идти, я хочу получить такое качество услуг, а я не могу его здесь получить, и таких людей здесь уйма, и, следовательно, почему бы мне не начать работать именно для них. Вот так вот и родилась моя идея открытия вот всей этой сферы, да, погружения в эту сферу. Ян, а расскажи, как началась твоя эмиграция, да, с чего она началась, с какими, может быть, трудностями ты столкнулась? Когда мы приехали в отпуск в Португалию, я подумала, блин, вот это вот оно, здесь бы я хотела, если не Россия, то Португалия, то есть у меня вот именно вот такое в голове произошел челчок. Мы вернулись обратно в Португалию, ой, обратно в Санкт-Петербург с мужем, и там такая слякоть, такая погода, дождь, и мы подумали, блин, сейчас вы в Португалию. И он мне просто говорит, почему бы и нет, давай. Мы просто сделали документы быстренько, туристическую визу, и поехали в Португалию уже как бы с целью сделать именно какие-то первичные документы, сделать резиденцию. Конечно, перед этим у нас был момент такой, что мы начали мониторить. Перед тем, как переезжать в Португалию, конечно, у нас уже был опыт у наших друзей, и мы подумали, что почему бы нам не пойти по их шагам, то есть так как они уже быстро получили именно вид на жительство, именно вот такую резидентскую карточку, которая тебе дает полностью право на все льготы, на все-все-все в Португалии, то есть ты являешься полноценным гражданином, только со сроком действия, грубо говоря, то есть у тебя есть временной промежуток, в который ты можешь получать именно все вот эти блага, которые предоставляют точно так же и гражданам Португалии. Наши друзья за год получили эту карточку, и мы подумали, блин, классно, надо переезжать и пробовать тоже получать именно такую карточку, это никогда не будет лишним. И, собственно, ради этого, то, что можно очень быстро получить вид на жительство, можно открыть параллельно бизнес для того, чтобы здесь осуществлять какие-то услуги, начать работать и вообще в этой сфере развиваться. Мы поехали, мы просто все продали, там, что у нас было в Питере, да, и собрали вещи и поехали в Португалию. Естественно, для того, чтобы получить эту карточку резидента, нужно выполнить ряд действий. Мы поехали по туристической визе, то есть есть несколько вариантов легализации в Португалии. Первая – это туристическая виза, вторая – это рабочая виза, третья – это покупка недвижимости здесь, то есть это золотая виза называется, четвертая – это студенческая виза, и пятая – это там, я не знаю, выйти замуж и, собственно, и получить документы здесь, да. Вот, мы решили пойти по более быстрому пути, который уже протоптана дорожка, мы сделали себе туристическую визу, приехали сюда и устроились здесь на работу, то есть здесь возможен вариант устройства на работу с туристической визой. Да, то есть в других странах это невозможно, на работу не берут, а здесь, наоборот, делают документы именно на легальное проживание, исходя из того, что ты устроился на работу, вот, то есть здесь, наоборот. Как вы искали работодателя? Сложно ли было найти работодателя? Это тоже дело того, место проживания, где ты остановился, то есть мы изначально выбрали город, регион туристический, то есть, естественно, тут гораздо проще устроиться на работу в туристический сезон, тут везде набирают персонал, потому что здесь большой наплыв туристов именно в летние полгода, и тебя берут хоть куда, то есть реально тебя зазывают на эту работу, чтобы потом... Обязательно ли знание языка? Знание языка не обязательно, так как я уже сказала, это туристический регион, и здесь в основном разговаривают все на английском языке. Так как в Португалию приезжает очень много англичан, следовательно, весь туристический рынок в основном на них и направлен. Следовательно, нужно просто знать английский язык, хотя бы базовый, и все, и как бы ты сможешь уже нормально и жить, и работать. Вот такая вот история. Работу найти было не тяжело, я сразу же устроилась в салон красоты, в пятизвездочный отель в туристическом городе, так как у меня в этом уже есть опыт, естественно, как бы хозяйка салона увидела мои навыки и подумала, да, классно, мне девочка нужна, и, собственно, потому что португальцы, они, естественно, не сравнятся, по качеству услуг с нашей школой. Здесь, на юге Португалии, вот я как уже сказала, да, что я занимаюсь свадебной вот этой всей историей, очень много свадеб проходит английских, с Англии очень много приезжает англичан, и их не устраивает именно португальский сервис, португальские макияжи, португальские прически, это просто ярко, это какие-то блестки и так далее. У нас все-таки тоже в России идет популяризация, да, более натуральных макияжев, нежных, да, и англичане, они тоже светлокожие, светловолосые, они тоже любят такую нежность, следовательно, спрос на услуги появился достаточно быстро, то есть, как бы, грубо говоря, я попала вот в яблочко, так скажем, и поэтому достаточно быстро начала нарастать клиентская база, все это друг за друга цеплялось, тянулось, и, естественно, мне уже там потом понадобилась помощь других профессионалов, других девочек, которые здесь живут. Скажи, пожалуйста, про алгоритм открытия бизнеса, да, про как у тебя вообще, вот, как с бюрократией, да, допустим, как со сроками? Алгоритм открытия бизнеса, вот, хочется сказать, что в этом плане ковид, да, все эти карантины и так далее, они пошли вообще на пользу Португалии, потому что Португалия очень бюрократическая страна, здесь делается все очень долго, и когда пришел, пришел, вот, пришел момент переходить на онлайн во всем, Португалия, конечно, у нее был шок, и делать что-то нужно, работать как-то нужно, и они отладили очень много систем именно из оффлайна в онлайн систем, что касаемо, вот, также и открытия бизнеса, то есть раньше тебе нужно было приходить в специальную службу, заполнять документы, то есть это и сейчас можно тоже так сделать, прийти и это все сделать оффлайн, но теперь ты можешь это сделать и онлайн, ты просто садишься, нажимаешь кнопочки на сайте вот этой той же самой специальной службы, и у тебя ровно за 10 минут открывается твое индивидуальное предпринимательство, здесь это называется ресибо верды, ну, типа как, ну, грубо говоря, да, индивидуальное предпринимательство, и ты можешь быть уже индивидуальным предпринимателем за 5 минут, сам себе это сделав онлайн. Я наверняка есть еще, то есть есть еще другие варианты открытия бизнеса, то есть это уже открытие компаний, там, я не знаю, но туда я уже вглубь не уходила, так как мне пока что достаточно именно индивидуального предпринимательства, и еще огромный плюс в том, что здесь на первый год тебе дается освобождение от налогов, то есть ты реально за первый год можешь посмотреть, пойдет твое дело, не пойдет, если пойдет, то уже дальше продолжать работать и там начинать платить налоги, а первый год ты ничего не теряешь, ты просто открываешь индивидуальное предпринимательство и работаешь себе и смотришь вообще, как у тебя все это дело происходит.